Я включу демонстрацию экрана и надеюсь, что все у нас будет в порядке. Можно написать словом, хорошо видно и слышно, можно плюсик просто поставить, как вам удобнее. Просто хочу убедиться, что все работает. Да, отлично, спасибо большое. Ну что ж, давайте мы тогда начнем. У нас сегодня интересная тема, и звучит она следующим образом. Приемы для обучения к говорению старшеклассников от ЕГЭ до Олимпиады по английскому языку. Мы с вами сегодня посмотрим на то, какие бывают причины сложностей в говорении у старшеклассников. Вы эти причины знаете, я думаю, даже лучше, чем я. Но, может быть, я смогу показать какие-то моменты, на которые вы, возможно, не обращали внимания. Мы с вами обсудим некоторые приемы снятия сложностей. Не все, конечно же, все обсудить невозможно, но, тем не менее, рассмотрим некоторые. И надеюсь, что они будут удобны, потому что они довольно универсальные. Ну и, наконец, посмотрим на некоторые материалы и ресурсы для обучения к говорению и для подготовки к ЕГЭ Всероссийской Олимпиады школьников. Я сразу хотел сказать, я буду стараться отвечать на ваши вопросы и комментарии по ходу вебинара. Поэтому, если какие-то вопросы возникают, комментарии, пожалуйста, пишите. Если у вас вдруг возникают вопросы, например, не связанные с темой вебинара, но методические, то тоже можно писать, я с удовольствием на них тоже отвечу. Хорошо? Потому что много интересного происходит. Готовятся новые положительные, на мой взгляд, изменения. Например, сейчас опубликованы новые проекты федеральных образовательных программ. По всему уровню обучения содержательного здесь ничего особо не меняется. Но, тем не менее, интересные моменты получаются. Может быть, что-то станет поудобнее в обучении иностранным языкам. Я с 1 марта являюсь, помимо всего прочего, старшим научным сотрудником в Российской Академии Образования, и как раз в том числе и занимаюсь вот этими новыми программами. Их рассматриваю. Так что, надеюсь, что смогу сделать какие-то вещи, которые нам с вами пригодятся, немножко хотя бы в нашу жизнь облегчить. Ну что ж, давайте мы перейдем к нашей теме. Итак, какие бывают обычно сложности в говорении у старшеклассников? Я бы выделил две группы. Одна группа – это проблемы психологические и сложности. И вторая группа – это проблемы языковые. Например, психологические включают в себя стеснительность и боязнь сделать ошибку. Действительно, такое бывает. Бывают ученики, которые стесняются говорить. Ну, просто они по характеру такие, они интроверты. И там есть определенные приемы, которые можно использовать. Я поговорю об этом, но я думаю, что вы сами прекрасно знаете, что это за приемы. А есть ученики, которые боятся сделать ошибку. Это ученики-перфекционисты. А есть ученики, которые научили их так. Может быть, из семьи это идет, когда их за каждую ошибку ругают. Может быть, каким-то предметом их учителя ругают за ошибки. И они даже предпочитают отмолчаться или сказать «я не знаю», даже если они знают более-менее ответ, чем рисковать сделать ошибку. Потому что они смирились с тем, что вот их, если они скажут «не знаю», может быть, их и не будут ругать за это. А если ошибку сделают, то для них это очень страшно. Поговорим о том, как можно снять эту психологическую проблему. Еще одна проблема – когда у ученика просто нет интереса к темам. Таких учеников довольно много. Вот как бы вы сами оценили бы среди ваших учеников в старших классах? Наверняка есть ученики, которые не интересуются английским языком в принципе. И таких, наверное, тоже довольно значительный процент. А вот можете вы назвать какие-то темы, которые в старших классах изучают, и которые ученикам, ну прямо вот, ну большинству неинтересны совсем. Я, например, знаю, что традиционные ученики не видят интереса в теме экология. Они просто пока еще слишком маленькие, они не понимают, насколько вот эта окружающая среда и ее качество, насколько она начинает влиять на здоровье с годами, и насколько это все важно, и как ситуация меняется. У них просто жизнь, опыта не хватает. А есть еще какие-то темы, которые ученикам не очень интересны в старших классах. Если можно, напишите, пожалуйста. Давайте сравним наши взгляды наших учеников. И еще, пока вы пишете, я продолжу. Еще одна проблема, помимо интереса к тем, и отсутствия, вернее, его или низкого интереса, заключается в том, что у учеников бывает уверенность в нехватке языковых средств. Они так говорят, а я же не знаю, как сказать, а я не понимаю, а вот у меня не получается предложение сказать. И мы-то знаем прекрасно, что и лексику они знают, просто не очень умеют пользоваться. И предложение они смогут сформулировать. Но, тем не менее, проблемы есть. Поэтому она скорее психологического характера, чем языкового. Но все равно это в нашу с вами сферу входит. Поэтому посмотрим на то, как такие проблемы можно решить. Да, вот экология, проблема молодежи. Выбор профессии по той же причине. Книги тоже с книгами вообще беда. Потому что все меньше учеников читают. Либо они просто, знаете, иногда не стесняются признаваться в том, что они читают. Потому что они считают, что мы ожидаем от них, что они сейчас будут читать что-то, великую литературу, там, Диккенса, Шекспира, Достоевского. Они читают совсем другие вещи. Правда же, другие жанры. Комикса читают, ром-фэнд, романтическую фантастику, какие-нибудь боевики и прочие-прочие вещи. И вот опять же, получается психологическая вещь. Когда ученик понимает, что он ожиданием якобы не соответствует и пытается уйти вообще от разговора на эту тему или ему просто неинтересно говорить о каких-то вещах. Давайте попробуем разобраться, как с этим справиться. Масс-медиа. Опять же, здесь очень сильно зависит от того, как мы эту тему подаем. Я надеюсь, что мне удастся предложить вам несколько любопытных решений. Взаимоотношения в семье, здоровье, средства массовой информации. И вы знаете, вот смотришь на этот список, который вы пишете, и думаешь, господи, как же может быть неинтересно, ведь оно же нас касается повседневных средств, массовой информации, которые часто дают информацию одностороннюю. Здоровье, ну вообще это всегда проблема. Я имею в виду не то, что проблема со здоровьем, а то, что столько об этом можно интересного сказать. Возможно, проблема в том, что тема подается не очень интересна для учеников. То есть здесь даже дело не в интересе учеников, а в том, что им неинтересно изучать ее в том виде, в котором она дается. Давайте подумаем, что здесь можно сделать. И, наконец, проблемы собственные языковые, когда действительно подлинная нехватка языковых средств. Ну, когда ученик слов мало знает, понятно, что ему тяжело или там с грамматикой у него проблемы. Когда не хватает опор для говорения, и нам с вами трудно их где-то находить, а хорошо готовы иметь. И, наконец, бывают проблемы, когда говорить надо в определенном формате, они этого формата не знают. Вот сейчас второй год подряд в ЕГЭ в измененном формате, в новом формате устная часть будет, и вроде бы ученики адаптируются, но все равно понятно, что пока еще не научатся типичных ошибок избегать, пока не еще научатся, например, быстро формулировать проблему, пока не научатся быстро и логично структурировано описывать фотографии, говорить о том, что там требуется, какое-то время пройдет. Да, вот, как Альбина пишет, взаимоотношения в семье часто представляют сложности в течение проблемного жизненного опыта. Причем мы еще связаны с вами, вроде бы, по рукам и ногам тем, что нам как-то очень так не рекомендуют говорить о сложностях, которые могут возникать. Например, вот как же мы так можем давать пример, например, там подростку, у которого ссоры с родителями, а подросткам это как раз важно. Более того, есть интересное обсуждение в методике, оно так идет уже несколько лет, когда авторы учебников и методисты зарубежно особенно, они говорят, а правильно ли мы делаем, что в учебниках мы показываем некую идеальную картину. Например, если мы описываем семью, то это семья нуклеарная всегда, то есть два поколения, родители и дети, упоминаем бабушек, дедушек, но это обязательно полная семья. А сколько детей живут в неполных семьях по разным причинам, как правило, и трагические причины есть, может быть, менее трагические, но так произошло. А сколько людей живут, у которых несколько поколений вместе живут, не нуклеарная семья, а вот то, что та самая extended family. А сколько других вещей бывает? Вот надо ли об этом говорить или не надо? То есть помните, это вот как немножко в литературе, когда в советские годы, в 30-е и 40-е, был такое течение, социальный реализм. И считалось, что если мы будем показывать жизнь не такую, которая она есть, а как она должна быть, то это будет нести воспитывающую функцию. И здесь возникает вопрос, а действительно ли, если мы, например, будем показывать только нуклеарные семьи, если мы будем игнорировать в учебных материалах реальные проблемы, которые ученики видят каждый день, действительно ли это ученикам будет хорошо? Научить ли это их хорошему чему-то в жизни? Или, может быть, наоборот, мы упускаем возможность их подготовить к жизни реальной и научить их справляться с этими проблемами? Здесь ответа нет, к сожалению. Правда же? Потому что, ну, про идеальные условия говорить, конечно, хорошо. Но стоит выйти на улицу и понимать, что, например, да, сейчас очень много улучшилось, дороги там лучше стали, строительство много идет. Но все равно где-то что-то не идеально. Причем это не идеально, но в любой стране есть. Меня, например, поражало во многих странах, в которых оказывался, я недавно считал, да, в 14, по-моему, в странах побывал, и меня поражало, когда, знаете, приезжаешь куда-то, и если еще несколько лет назад, там, лет 7-8 назад, смотрел и думал, ой, вот это хорошо, вот это хорошо, то последние годы, вот до того, как все эти события начались, я удивлялся, когда приезжаешь, например, в Германию и смотришь и думаешь, что-то у нас-то получше, у нас с интернетом лучше, у нас в общественном транспорте все это есть. Приезжаешь, например, во Францию и говоришь, что как-то Париж, он прямо загажен здесь. И не то, что там очень дорого, а вот просто действительно мусора много, запахи далеко не цветами пахнет, особенно в метро и прочее. Районы есть очень опасные, прямо вот гетто, самые натуральные. Да и в других во многих местах такие же вещи. И в последний год начинал себе говорить, смотрите-ка, вот это у нас в России лучше. Меня поразила, например, как не так давно, одна американская политическая деятель, то ли мэр какой-то, то ли губернатор, с гордостью рассказывал о том, что вот, смотрите, у нас скоро будут автобусы, в которых вы сможете заряжать ваше устройство, там будут USB-порты для зарядки. А я слушал эту новость и думал, господи, а у нас в Москве, например, такое не первый год уже есть. Не каждый автобус далеко, но все это появляется. Понятно, что Москва, она технологически и финансово, она, к сожалению, выгодно отличается от многих регионов. Почему? К сожалению, потому что любое неравенство – это плохо. Но, тем не менее, все равно жизнь-то меняется, и какие-то моменты, они гораздо лучше становятся. Вот один пишет, не беспокойтесь, в российской провинции тоже ничего нет. Коллеги, я во многих регионах бываю, я по-прежнему много езжу, провожу семинары и так далее. Я вижу какие-то моменты, ну, например, вот из последних поездок, я в Тамбове бываю периодически, и те же самые я вижу, например, электронное табло на остановках автобусов, где написано, когда автобус придет через сколько минут и прочие моменты. И поверьте, это совсем не та картина, которая, например, в том же самом Лондоне, да, электронное табло есть, но когда придет автобус, я там не видел, что писали. Может быть, сейчас и появилось, но еще несколько лет назад такого не было. То есть вот это вот мелкие детали, но есть мелкие детали, которые делают нашу жизнь более комфортной. Но, опять же, мы не можем говорить о том, что какие-то идеальные ситуации. Про идеальные говорить вообще сложно, потому что не бывает идеала. Ну вот давайте мы от этих психологических причин и языковых перейдем все-таки методическим приемом, что и как может делаться. Итак, что нам поможет? Понятно, что если есть ученики стеснительные, имеет смысл предлагать им ролевые игры. Причем в этих ролевых играх, что хорошо, ученик принимает на себя роль другого человека, и, соответственно, он меньше начинает стесняться. Более того, если, например, ученик часто делает ошибки, мы можем предложить ученику роль иностранца, который часто ошибается. Ему тогда придется делать ошибки, только ему надо подумать о них, как сделать. И вот это помогает снимать психологические зажимы. Разные персонажи могут быть. Если ученики стеснительные, помогает обучение в сотрудничестве. Когда, например, мы стеснительным ученикам даем более молчаливые какие-то функции, но потом просим их, чтобы они помогли вместе с помощью своих одногруппников, они, например, представляли бы результаты. То есть мы им даем некую опору и помогаем им постепенно переходить к говорению, не требуем от них сразу встать и начать говорить на публику. Но ролевые игры здесь помогают довольно неплохо. А вот если у учеников есть боязнь сделать ошибку, то есть проблема нестеснительности, а это выученная боязнь, вот это вот, то тогда имеет смысл четче объяснять им критерии оценивания. Если у вас есть ученики, которые сильно боятся сделать ошибку, мы же у себя сами определяем, как мы оцениваем и так далее. Более того, даже в законе образования написано, что педагог имеет право на выбор инструментов и методов контроля и оценивания. Поэтому мы можем, например, выбирать критерии оценивания и заранее их объявлять с фокусом на решение коммуникативной задачи. И, например, за правильность оценку давать не так много баллов будут составлять в оценке. А если задача решена правильно, то ученик, даже несмотря на ошибки, сможет получить более высокую оценку. Не значит ли это, что мы испортим ученикам потом будущее, потому что на ЕГЭ-то они придут, а там же ошибки засчитываются, ошибки делать нельзя? На самом деле вряд ли, потому что если посмотреть даже критерии ЕГЭ, то там определенное количество ошибок вполне допускаются. Но самый яркий пример – это когда текст, первое задание в густной части ЕГЭ, задание на чтение вслух, когда можно до пяти ошибок сделать. Пять ошибок на текст из пяти строчек – это очень-очень хорошее количество допустимое абсолютно. Ученик все равно получает свой балл. Почему бы нам, например, не пересмотреть то, как мы оцениваем ответы наших учеников, и если у них есть боязнь сделать ошибку или если они стесняются? Давайте мы немножечко пересмотрим, перераспределим критерии оценивания. И давайте там, где это необходимо, ученикам заранее объявлять, что вот, ребята, у нас будет вот такое задание, и сейчас я вам скажу, как я буду оценивать, за что вы сможете получить такие-то оценки, на чем вы можете набрать баллы. Кроме того, можно давать задания, которые только кажутся сложными, на самом деле они довольно простые. Кстати, со стеснительными учениками тоже работает, где они точно добьются успеха. Например, предлагайте им прочитать скороговорку, причем не сразу прочитай быстро, сейчас я тебе оценку за него поставлю, а просто вот ровно так, как мы обычно работаем. Сначала читаем вместе медленно, обращаем внимание на интонацию, потом давай побыстрее, теперь давай прочитай так быстро, как только можешь, и только потом, когда вот уже несколько итераций таких произошло, если нам время позволяет, опять же, далеко не на каждом уроке это можно сделать, но тем не менее можно, прошло несколько таких итераций, и мы ученикам говорим, что вот, а теперь давайте соревнуемся, кто из вас лучше прочитает. И нам же не обязательно оценку за это ставить, мы можем просто похвалить того, кто прочитал лучше, дать какой-то там переходящий приз, на этой неделе лучший фонетист класса вот кто, а на следующей неделе вот кто будет. То есть вместо оценивания можно превратить в конкурс. Можно предложить, например, ученикам дать образец какого-то задания, например, как вопрос составлять, и предложить им составить вопросы для интервью. То есть они пока еще не говорят, они пока продумывают, о чем интересно было поговорить, составили вопросы. А потом уже, пожалуйста, работаем в парах, обменялись вопросами и задаем друг другу. И вот у нас мини-интервью получается. И пока они работают в парах, у них как раз фокус будет на выполнение задания, и мы здесь не ставим обязательно за это какие-то оценки. Я не думаю, что я вам что-то новое здесь предлагаю. Идеи, в общем-то, они понятные на поверхности лежат. Но если мы с вами посмотрим на эти моменты, то стоит обратить внимание, что чтение скороговорок – это как раз подготовка, один из способов подготовиться к первой части, первому заданию устной части ЕГЭ. Составление вопросов для интервью по образцу – это и для ОГЭ нам нужно, там, где у нас телефонный опрос, и для ЕГЭ, естественно, это у нас третье задание. Правда же? И второе, кстати, задание устной части тоже, только там надо задать вопросы, и там обязательно, чтобы прямые вопросы были. А здесь мы можем не ограничивать прямыми вопросами и поиграть с самыми разными видами, потому что понятно, что в жизни прямыми вопросами не ограничиваемся, и надо уметь и косвенно задать. Поэтому вполне полезная подготовка. Просто-просто все. Полезно будет всем ученикам, конечно, всем. Будет ли полезно тем, кто ЕГЭ задает? Да, тоже будет полезно. Причем это можно интегрировать в уроке довольно просто. Давайте перейдем к следующему пункту, когда у учеников нет интереса к темам. Как можно придать личностный смысл заданиям? Действительно, очень часто мы задаем вопрос, например, в учебниках так советуют тоже, что не всегда бывает удачно. Начинаем какую-то новую тему и пытаемся у учеников фоновые знания проверить. Ну и, естественно, пытаемся у них задавать либо какие-то вопросы на извлечение конкретной информации, либо спрашиваем, а что ты вообще знаешь об этой проблеме, а что ты думаешь? А большинство учеников о многих проблемах просто не думали и не знают. Ну, нет у них жизненного достаточно. Да, они там что-то в фильме посмотрели, но они, в общем-то, и не сталкивались. Здесь имеет смысл переформулировать вопросы. Вместо того, чтобы извлекать из учеников информацию, которой там очень мало, имеет смысл просить их оценить информацию. А уж с оценкой мы все готовы. Вы сами знаете, сколько людей, которые страшно рады оценить то, что вы делаете, при этом не понимая ни что это вовлекает, ни какие умения нужны и прочее. И вот здесь мы можем у учеников спросить, как вы думаете, насколько эта проблема серьезна? Если кто-то думает, что не серьезно, ради бог, пусть скажет не серьезно, просто пусть объяснит, почему. Можем спросить, знаешь ли ты кого-то, кто с ней сталкивался? Даже не к личному опыту обращаемся, а вот именно, знаешь ли ты кого-то, кто с ней сталкивался? И затем уже обращаемся к ученику как к эксперту. А что ты посоветовал в такой ситуации? Понятно, что нам не обязательно все эти три вопроса подряд задавать. Перед началом, например, работы с чтением или с аудированием, где мы эту тему вводим. Мы задаем вопрос, насколько проблема серьезна. Знаешь ли ты кого-то, кто с ней сталкивался? Затем мы слушаем текст или читаем его, получаем дополнительную информацию. Возможно, она поможет ученикам пересмотреть свои взгляды. И мы еще раз спрашиваем, а вот как теперь ты думаешь? Как ты считаешь теперь? Она более серьезна, чем ты думал? Или может быть менее? Или все равно настолько же серьезна? А затем уже показываем какую-то проблемную ситуацию, предлагаем решение, придумаем, что ты посоветовал в такой ситуации. Это все элементы проблемного обучения, которые вполне можно интегрировать. Здесь самое главное – дать действительно ученикам возможность поговорить, посмотреть на тему с такой точки зрения, не переходить сразу же к работе с лексикой, к работе с грамматикой, потому что здесь важно как раз, чтобы ученики действительно эту тему обдумали и попытались примерить этот опыт жизненный, которого у них может быть нет, на себя или на своих знакомых. И вы знаете, вот здесь как раз хорошо работает тот самый принцип, когда мы все более-менее знаем кого-то, кто там с кем-то знаком, кто там с кем-то сталкивался. Может быть, ученики даже, кстати, отвечают, у меня такие ситуации бывают, когда ученик говорит, нет, я лично никого не знаю, но я про кого-то там слышал и рассказывают истории. Причем иногда истории совершенно забирание рассказывают. Но это они действуют по принципу, за что купил, за то и продаю. Но наши с вами задачи реализуются. Они же говорят самое главное на эту тему, на которую нам надо. А вот в правильности развернутых высказаний добиться. Мы сейчас посмотрим, как это можно делать. Еще одна проблема, когда ученики прямо уверены, что языковых средств у них не хватает и не смогут они на эту тему поговорить, и начинают говорить, а я не знаю, как это сказать. И у нас обычно работает инстинкт учителя. Мы сразу говорим, как это сказать, просим ученика за нами повторить, он за нами повторил, и мы, в общем-то, вполне довольны, потому что ученик-то высказывание правильно сделал. Другой вопрос, а вот то, что он сделал, это правильное высказывание, он его потом сможет повторить или он тут же забудет. К сожалению, вот из моего опыта, не знаю, как у вас, но из моего опыта, если просто дать ученику правильный вариант и просить повторить, то очень многие эти правильные варианты забываются. И так и получается, что ученику поправляешь его, он опять скажет, и сколько времени уходит. И хорошо, когда есть такие возможности для итерации. Это, знаете, хорошо работает, когда учеников немного, или это на репетиторстве работает, а когда у нас целый класс. Там же беда просто, потому что со всеми мы все равно не повторим за каждым их ошибки, не попросим их исправить. А если они будут за нами хором повторять, то в этом тоже смысла, в общем-то, мало. Поэтому в ряде случаев имеет смысл конкретизировать и упростить задачу. Вместо того, чтобы говорить, опиши фотографию, это трудно, потому что, чтобы писать фотографию, нужно как-то логически это описание построить. Нужно решить, вот как в ЕГЭ умение требуется, нужно решить, какие явления значимы, о чем надо говорить, что важно для описания. А здесь мы можем перефразировать задачу, переформулировать и сказать ученикам, например, назови как можно больше того, что ты видишь на фото. И тогда задача становится проще, потому что ученикам слабеньким, например, не надо какие-то развернутые предложения говорить. Им достаточно просто назвать предметы, например, I see, там не знаю, a blue scarf, I see, I see a number chair и так далее. Мы всегда можем дополнительные вопросы задать. Или даже вот после того, как они поназывали, и они с удивлением вдруг осознают, что сказать-то они могут гораздо больше, чем они думали, потому что они помнят эти слова, либо в состоянии вспомнить. Большую часть из них мы все равно выбираем фото, которое относится к теме. То есть у Кабулярта есть учеников, тем более в старших классах уже. В младших классах тоже, кстати, этот прием довольно неплохо работает. Либо можем сказать ученикам, скажи как можно больше о фото. И вот здесь мы можем сказать, например, либо назови предметы. Ты можешь мнение какое-то выразить. Мне нравится вот это, мне не нравится. Ты можешь предположение выразить, например, чем люди занимаются. И здесь у ученика появляется возможность отойти от довольно банальной и не очень интересной задачи, опиши фотографию. Они могут как раз задачу выполнять с одной стороны более простую, а с другой стороны для нас с вами она ничуть не менее важна, потому что то, что ученики будут делать, это, в общем-то, то самое говорение, которого мы и хотим добиться. Вот, поэтому, в общем-то, все с этим легко получается. Мы также можем модифицировать некоторые упражнения и давать ученикам больше свободы. У нас очень много заданий на отработку лексики, где учеников просят заменить слово синонимом. Давайте мы им попробуем предложить другую заработу. Давайте мы им предложим, вместо того, чтобы заменять конкретное слово синонимом, может быть, не знают этого слова, но бывает такое. Попробуем им предложить другого характера задания, перефразировать предложение так, чтобы передать максимально полно его смысл. И перефразировка – это умение более высокого уровня. Оно не зависит от знания или незнания конкретной лексической единицы. А вот когда они пытаются выразить по-другому, это то же самое говорение. Просто посмотрите, вместо того, чтобы давать большую сложную задачу, вот те фотографии, описывая ее, мы ее свели до ряда очень простых операций. Вместо того, чтобы говорить там, выскажись на эту тему, мы опять разбиваем на более простые итерации. А по сути, ученики делают то же самое. Просто мы потихонечку подходим по шагам к построению вот этого более длинного высказывания. Давайте поговорим про опоры для говорения. Опоры, к сожалению, нужны. Есть ученики, у которых просто не в состоянии без опоры. Говорить им обязательно нужно что-то, и чем конкретнее, тем лучше. Потому что бывают ученики, у которых, я уж не говорю про критическое мышление, у которых абстрактное мышление старших классов, к сожалению, не очень развито. То есть вот, когда они видят предмет, они его могут описать, они могут поговорить. Когда им говоришь, подумай и представь, там начинаются проблемы. И вот скажите, пожалуйста, из вашего опыта, вашим ученикам, какие опоры больше всего помогают. Опоры визуальные, например, вот тебе картинка и опирайся на нее, расскажи. Опоры лексические, например, список лексики какой-то, когда ученики на нее смотрят, повторили и говорят. Или, может быть, опоры в виде вопросов, когда вы задаете ученикам вопросы и тем самым разбиваете сложные высказывания на какие-то ответы. Или, может быть, всего понемножку. Вот лично вам, чего больше всего не хватает для успешной работы, как бы вы сказали, именно с учениками. Так, вопросы. Екатерина Юрьевна пишет. Идеи другие. Зависит от ученика. Вопросы сильным. Лексические опоры, Светлана Даниловна пишет, послабее. Лексические помогают. Конечно. То есть хорошо, когда есть возможность выбора. Другой вопрос возникает, где мы столько опор возьмем. Потому что, к сожалению, в ряде учебников есть такая проблема. Я не раз с ней сталкивался, когда снова какое-то появилось. Его вроде бы отработали в заданиях на аудирование или на чтение. А потом все. Оно больше не повторяется. И хорошо еще, если оно не всплывает где-нибудь в конце юнитов контрольной. А хуже всего, когда всплывает. Потому что однократной отработки абсолютно недостаточно. Для того, чтобы, словом, в наш ментальный лексикон вошло, нужно время. Но и нужна повторяемость определенная, наводящая вопросы, лексическая опора, речевые образцы. Да, все это нужно. Давайте я вам покажу примеры, где что можно взять для старших классов. Может быть, вам это пригодится. Хорошо? Итак, кто-то из вас может быть знаком с серией книг Степлайта. У нас первая книга вышла на бумаге год назад. И в электронном виде мы сейчас публиковали книгу вторую. Когда я говорю, сейчас это в декабре, в январе она у нас появилась. Но вот сама вот эта вот серия Степлайта, посмотрите, как она заявлена. Пособие для подготовки к ЕГЭ и для разговорных клубов. На самом деле это как раз именно развитие умения говорения. Да, там есть задание формата ЕГЭ, да, там есть задание, которое удобно для разговорных клубов, но давайте посмотрим с точки зрения опоры. Как раз помогут они или не помогут. И поскольку кто-то из вас, возможно, с первой книгой знаком, я взял примеры из второй книги. И потом скажу, где ее взять в электронном виде. Хорошо? Там по подписке, но зато это все легко оформить и не надо никаких магазинов ждать и дешевле стоит, чем бумажная книга. Может быть, вам что-то пригодится. Посмотрите, пожалуйста, в каждой книге у нас есть юниты большие, крупные. Вот, например, видим Leisure Time Activities. И здесь разбито и этот юнит на связанные темы. Смотрите, Weather, Hobbies, Sports in our Life, Traveling and Shopping. Но Weather здесь не просто какая погода тебе нравится и прочее, а как раз именно с точки зрения, чем там можно заниматься, какую погоду. И давайте посмотрим, как здесь построено с точки зрения говорения. Каждая тема включает в себя, во-первых, вопросы четырех уровней сложности. Они все выделены в отдельные списки. Давайте посмотрим, чем отличаются уровни. Самый первый уровень сложности, он довольно простой. Что здесь имеется в виду? От учеников, как правило, требуются ответы, которые могут быть односложными, неразвернутыми, без оценочного компонента. То есть просто назови для слабых учеников прям хорошие вещи. Например, What do you enjoy doing in your spare time? И можно прям на уровне фразы отвечать. What are your plans for the next weekend? What are your favorite hobbies? Do they take much time? What are some popular collecting hobbies nowadays? Do you like movies? Why or why not? То есть действительно просто и то, что why or why not добавилось, не сильно усложняет задачу. Ученик просто смотрит на свой жизненный опыт и вопрос о них всех жизненных учеников относится. То есть это как раз та самая тренировка, которая пригодится для заданий устно-частника. Это же вот все вот эти вот опросы, вернее, не опросы, а радиоинтервью, они как раз и построены на вопросах из жизненного опыта. И вот такие вопросы. Но они очень-очень простые для ответа. Здесь просто надо выдать фактическую информацию. И после того, как к этой теме 15 вопросов даны на этом уровне сложность, там у нас есть еще полстранички, рубрика для того, чтобы написать свои вопросы какие-то. Вопросы номер два уровня, они уже становятся сложнее. Они требуют не просто ответить, но привести какие-то примеры, объяснить. Например, подумать уже абстрактно, а не только очень конкретно предметно. Например, what can people's hobbies depend on? What hobbies help people raise their cultural level? What hobbies allow people to enjoy nature? What are the benefits of active holidays? То есть здесь приходится думать. И если мы с вами опять же посмотрим на ЕГЭ, то это вот как раз те самые вопросы, которые там бывают, когда проблемы связаны с чем-то, нужно описать. Какие преимущества, недостатки? То есть вот уровень два, он как раз прекрасно подходит для того, чтобы даже не сильно учеников подтягивать и вкусные части ЕГЭ. То есть уровень один вопрос хорошо подходит для интервью. Уровень два хорошо подходит уже для задания четвертого говорения. Уровень три называется, ну хорошо, если уровень два у нас уже к говорению подходит, зачем нам более высокий уровень нужны и нужны ли они вообще. А смотрите, здесь опять мы говорим об опыте жизненного ученика, но здесь требуется развернутое описание ситуации. Например, how do different hobbies help you in everyday life? И тут уже приходится вместо одного какого-то предмета называть, здесь уже приходится говорить про разные хобби. Например, хобби такое-то помогает, вот в чем, такое-то помогает, вот в чем. How can you get maximum benefit from a spare time? Опять же, приходится пояснять, то есть вопрос сформулирован таким образом, что они выводят учеников на более развернутые высказывания. Ну и действительно, например, вопрос номер пять, если посмотреть, what are the most unusual hobbies you have ever heard of? Вроде бы, про жизненный опыт, о чем ты слышал, но для того, чтобы ответить, надо, во-первых, понимать, какие хобби usual, какие unusual, а во-вторых, рассказать, что это за хобби такие. Правда же? И даже если ученик не слышал о каких-то, мы же не спрашиваем, какие в мире существуют, а просто о каких-то самых необычных слышал. То есть все равно он что-то сможет рассказать. И посмотрите, вот такие вопросы, они, в принципе, довольно интересные. Особенно, например, вот такие, если посмотрим на номер три. Рассказываем про свой регион, про свой город, село и так далее. Поднимаем тему, модные хобби или не модные. То есть на самом деле, вот мы вышли на довольно любопытное обсуждение. Вот такие опоры. И мы с вами прекрасно можем чередовать вопросы разных уровней, если хотим. Либо просто по уровням пройти, и мы можем даже к одной и той же теме возвращаться время от времени. Ну и, наконец, четвертый уровень. Там уже прямо развернутые вот эти вот вопросы, где довольно высокий уровень абстрактного мышления нужен. Здесь пригодится не только старшеклассникам, здесь уже даже и студентам младших курсов может пригодиться. Ну, посмотрите опять, какие темы. What can listening and playing music teach you? What are the benefits of learning foreign languages? Is it difficult to find a father that fits a personality? Тут есть о чем порассуждать. То есть мы на самом деле легко можем программировать объем высказываний учеников и уровень сложности, просто выбирая такие вопросы, которые нужны. Вот если можно, посмотрите, пожалуйста, четвертый уровень. Как вы сказали бы, эти вопросы для ваших старшеклассников, они окажутся слишком сложными или они пригодятся и они полезные. Может быть, например, вы из четвертого уровня просто напишите, например, какие-то номера вопросов, которые точно пригодятся, плюсик поставите и минус, например, который вы не стали бы использовать с вашими учениками. И, например, Я прошу прощения, у меня почему-то сегодня чуть-чуть подвисает ноутбук. Итак, да, с некоторым можно попробовать все, действительно. То есть это не какой-то запредельно сложный уровень, правда же? Я для себя, например, опять же здесь зависит сильно от ученика, рассчитанно на сильного ученика, а такие есть, да. Но это четвертый уровень. А с учениками послабее я бы брал бы первого, совсем со слабыми, второго уровня, ну, может быть, третьего посмотрел бы. Но тут есть действительно о чем поговорить и о чем подумать. То есть здесь хорошие опоры для рассуждения. То есть уже инструмент в виде вот этих вот опоров. Да, вопрос интересный для лингвистов. Тут есть о чем порассуждать, правда. У меня есть один очень говорливый ученик, он уже студент в ВУЗе. Ну, вот он только-только, сколько, 20 лет исполнилось. То есть получается на втором курсе он сейчас учится. Он очень любит поговорить, у него проблема. Он начинает говорить об одном и уходит совершенно в какие-то темы оторванные. И вот такие вопросы я на нем попробовал. Они же чередуются и все в одну тему. И они очень хорошо помогают фокусировать внимание, не уходить далеко. Они дают простор для ответа, но удерживают внимание. А это тоже довольно важный и ценный момент. Посмотрите, пожалуйста, к этим вопросам есть опора в виде лексики, причем она тоже по уровням данных. Вот мы с вами видим, сейчас выделено второго уровня вот эти вот фразы, которые могут пригодиться. То есть ученики могут опираться на них. Иногда бывает так, что ученик смотрит на вопрос, у него в голове особо ничего нет, а blank mind, как говорится, а посмотрел на фразы и вдруг начинает говорить, потому что он понял, о чем вообще можно сказать. Такие опоры лексические, они как ниточка спасительная могут быть. Кроме этого, есть, естественно, лексические упражнения, причем они довольно стандартные. То есть то, что может пригодиться просто по самому формату выполнения для экзаменов, например, соотнеси слова с определениями, заполните пробелы, словами из этой рамки. То есть это не совсем то же самое, что лексическое задание в ЕГЭ, но выбор примерно тот же самый, просто он здесь проще, поскольку нет вот этих вот дистракторов. Есть упражнения на перевод, кстати. Есть преподаватели, которые принципиально выступают против использования перевода в обучении иностранным языкам, они говорят, что занятия надо все проводить исключительно на языке. Это хорошая достойная позиция. Есть люди, которые говорят, ну подождите, о чем будем отказываться от тех возможностей, которые сравнение с родным языком дает нам. Зачем нам, например, долго объяснять через примеры значение present perfect, когда мы можем сказать, знаешь, в русском языке совершенный вид, например, не ходил, а сходил, не делал, а сделал. Так вот, present perfect передает примерно то же самое значение, и все. Ученик сразу ухватил, а дальше уже переходим на примеры. И есть люди, которые говорят, подождите, вот это переводчики в основном говорят, опытные, они говорят, подождите, ведь перевод, это же отдельный вид речевой деятельности, по сути. И для того, чтобы человек хорошо переводил, недостаточно просто найти эквивалентный слов. Там немножко труднее задача. Вот каким бы мы группам не принадлежали, на мой взгляд, иногда на перевод задания давать стоит. Они помогают как раз такой ситуации, когда ученику надо просто научиться выражать свои идеи по-английски. И я бы здесь сделал бы так. Я предлагал бы, если мы это хотим превратить в чисто лексическое упражнение, я бы, конечно, использовал бы эти предложения для того, чтобы ученики именно лексику использовали конкретно. Но я бы здесь задавал бы задание другое немножко ученикам. В том числе, я бы говорил бы, не переведи, а передай эту идею, скажи как можно более точно. И когда ученики понимают, что они могут немножко отойти и сказать что-то другое от этого смысла, то тогда получается уже получше. И проще получается более многофункциональное упражнение. Естественно, есть и тексты в каждой теме. Причем, посмотрите, они какие. Five reasons everyone should have a hobby. Как раз к рассуждениям на ЕГЭ очень даже пригодятся. И здесь объясняется роль хобби и так далее. Затем есть опоры. Можно делать задания так же, как здесь даны, например, speak about hobbies. Describe, compare, contrast the following pictures. Listen to a sample answer. В каждой теме есть еще и ответ на аудиозаписанный, кстати, его можно скачать. Вот такие моменты. Можно выбирать пары предложения картинок. Можно предлагать ученикам самим выбирать. То есть мы здесь можем комбинировать так, как считаем нужным. И к пособиям серии степлайта выходят книги для учителя с подробными алгоритмами работы и ключами к заданиям. На сайте title.online вы такую книгу для учителя можете найти, если хотите посмотреть, что автор заложил. И переходим теперь уже к проблеме формата. То есть как учить формат, как готовить к формату и прочее. я читаю сейчас ваши комментарии в чате, где вы пишете хорошие пособия подготовки к курсной части ЕГЭ. И вот очень ценная вещь, все вопросы интересны, особенно если как авторы предполагают, ответ ученик может прописать да. То есть мы здесь не требуем от ученика воспроизводить какие-то единственно правильные мысли. А здесь мы предлагаем ученику сказать то, что он хочет и так, как он считает нужным. То есть мы не говорим вот, что ты обязан сказать. Мы помогаем им учиться говорить с помощью этих опор. И вот теперь мы переходим к проблеме формата ЕГЭ и формата Олимпиады и у нас возникают вопросы, как нам этот формат учесть и как нам уложиться в отведенное время. Один пишет при письме легче корректировать ошибки, конечно, но у нас задача выйти все-таки на говорение в конечном итоге, правда, поэтому письмо это один из этапов, нам все равно к говорению нужно идти, потому что в жизни мы пишем много, сами не осознавая иногда во всяких мессенджерах, чатах и так далее, но тем не менее пишем много. Ученики не всегда это понимают, но нам все равно надо выходить на говорение, потому что говорим-то мы гораздо больше, правда же, и задача у нас вот такая. И там, где мы говорим о стандартизированных экзаменах, там возникает вопрос формата. Давайте мы на это посмотрим, как с этим можно работать. Ну, здесь интересный тренажер, который нам может помочь. Возможно, вы знакомы с этой книгой, но я хочу обратить ваше внимание вот на что. Дело в том, что мы сейчас говорим про книгу английский язык ЕГЭ-2023. Устная часть Ирина Викторовна Хитрова и Татьяна Давидовича Куренко. Здесь не только тренировочные тесты тематические, там же есть еще упражнения, которые помогают вспомнить лексику и знакомят немножечко со стратегиями ответа. То есть есть стратегия говорения, есть лексика, есть грамматика, но к этой книге есть и бесплатный онлайн-тренажер, который помогает отработать задания нужного формата, соблюдая время. Это вот то, чего ученикам не хватает. Да и, например, мне как преподавателя тоже иногда не хватает, потому что вроде бы ученик читает хорошо, но вы же не будете каждый раз секундомером сидеть, за ним следить, успеет он все прочитать или нет. Поэтому онлайн-тренажер как раз очень нужен. Он имитирует то, что будет на экзамене. Посмотрите, например, как книга работает. То есть и отдельно можно использовать и книгу, и тренажер, а можно вместе. Вместе они работают лучше. Вот посмотрите, например, вот у нас та самая тема, которая для учеников не очень интересна. Family Relationships. Сначала дети заполняют Family Tree, могут свое заполнить, могут просто написать, например, просто название стипеней родства по-английски Father, Mother, Uncle и так далее. Поэтому если ребенок из неполной семьи, ему не очень удобно такое генеалогическое древо заполнить. Пожалуйста, пусть он просто название впишет. Мы же можем туда попросить написать, например, там husband, wife, brother-in-law, sister-in-law и так далее, и так далее. Затем дается задание на то, чтобы ученики вспомнили разницу между этими словами или, может быть, узнали. И вы знаете, вот у меня недавно одна ученица, она заканчивает лицей высшей школы экономики. У нее очень достойный английский, очень умная девушка, она в куче алимпиад участвует по чисто знанию юридических и эта тема оказалась совсем непростой, несмотря на то, что, казалось бы, все должно быть нормально. Но вот эти вот понятия in-law, father-in-law, mother-in-law, sibling, offspring и прочее, step-mother, adopted child, они оказались неизведанной темой для ребенка практически. Но не для ребенка, конечно же, для девушки. И, в общем-то, вы знаете, оказалось интересно, особенно, когда начали сравнивать с русскими значениями и увидели, насколько по-английски это удобнее. Дается здесь задание на соотнесение с переводом. И это действия, которые могут в семье какие-то производиться. To babysit, to bring up children и так далее. И вот так вот построен каждый юнит. А затем, посмотрите, в качестве примера, идут задания тестовые. То есть вот у нас текст на чтение, он посложнее, чем то, что будет на ЕГЭ. Ну, как раз по принципу тяжеловучения, легко в бою. А затем, если вам удобно, вы можете перейти к онлайн-тренажеров. Коллеги, скажите, пожалуйста, вы с этим тренажером знакомы? Уже пробовал кто-нибудь? Это вот адрес сайта exam-assimulating.ru. Авторы этого тренажера это авторы пособия как раз Ирины Викторовны Хитрова и еще несколько ее соавторов. Как приятно, когда вы пишете, да, конечно. Вот именно то, что конечно. И как вашим ученикам помогает? Мне оказалось очень полезным в том плане, что ученики стали обращать внимание на время совершенно четко. Здесь я напомню, есть 10 бесплатных вариантов тестов. Они на ту же самую тему, что и в книге, поэтому они хорошо могут продолжать всю эту работу. Но что здесь важно, тренажер получил сертификат ФИПИ, который подтверждает, что тренажер соответствует по тематике, по уровню сложности, по формату, он соответствует реальному экзамену, реальным экзаменационным заданиям. И это здорово. Титул очень гордится тем, что это единственный тренажер в России, который имеет вот такой сертификат. Ни один другой тренажер не имеет такой возможности. Я знаю, что как только появился такой сертификат у этого тренажера, там на сертификацию ФИПИ сейчас еще несколько подали. Ну, давайте дождемся результатов. Я некоторые знаю, те, которые подали, и у меня есть, скажем так, у меня нет полной уверенности, что они смогут получить сертификат. Потому что здесь очень четко выверяли все вот эти вот задания. Ну, и, конечно, это говорит о том, что не просто так у авторов, у самих ученики получают обычно 90 и выше баллов на ЕГЭ. И вот этот опыт, который авторы вложили в книги, в тренажер, он как раз, видите, привел к тому, что смогли получить сертификат ФИПИ, а не только высокие результаты учеников. Давайте мы посмотрим, из чего тренажер состоит для тех, кто не знает. Потому что там изменилась немножечко схема работы, возможностей появилась больше. Мы теперь можем не просто, как раньше было, мы выбрали тест на определенную тему, и, начиная с первого задания до конца, и он получишь не хочешь. Нет, здесь теперь можно делать по-разному. Можем только задание один или только задание два сделать, и это удобно. Ведь мы можем в формате экзамена пройти, когда идут задания целиком подряд, и ученик понимает, насколько он в состоянии своей силы рассчитать и время. И, как мы уже говорили, книга и тренажер – это комплект, который может по отдельности работать, но вместе работает гораздо лучше. Потому что книга как раз помогает отработать лексику, отработать грамматику и потренироваться в выполнении заданий без таймера. А вот тренажер – это та самая имитация экзамена, это таймер, можно записать аудиоответ для того, чтобы лягучники сами его потом поанализировали, либо они могли его прислать преподавателю. Есть ли этот тренажер на титуле, спрашивает Вероника Юрова. Этот тренажер есть на сайте exam-assimulator, там есть логотип издательства титул тоже, но это отдельный сайт, и это бесплатная абсолютно вещь. Я вам давайте свою презентацию потом в чат отправлю, когда мы закончим. Хорошо? И вы сможете по всем ссылкам пройти. Также обратите внимание, есть и пособия учебные, например, ЕГЭ-английский «Закусная часть», сборник тестов авторов Мадина Гаджиева и Елены Меджибовской. Там 25 тренировочных тестов, примерные ответы, образцы выполнения заданий, то есть тоже, в общем-то, полезная вещь. Если у вас есть ученики, которые очень любят собирать, конструировать свои ответы из каких-то фраз, то вот это пособие им как раз очень пригодится. То есть видите здесь, в чем разница пособия? Ирина Викторовна Хитрова, они тренируют умение прежде всего, а пособия вот эти, вот они дают быстрый результат за счет того, что по сути это конструктор готовых фраз, отработка. Каким-то ученикам вот ровно это и нужно. У нас же есть ученики, которым надо экзамен сдать и забыть потом про это, про все. А есть ученики, которые могут научиться развить умения, поэтому вы всегда можете выбирать и комбинировать, что именно для кого нужно. Ну и, наконец, Олимпиада школьников. Чуть-чуть про нее скажем, потому что на самом деле информации про нее стал появляться много. Мы в январе проводили онлайн-конференцию бесплатную. Возможно, кто-то из вас был, запись конференции выложена, поэтому вы ее можете посмотреть, если нужно. Но успех наговорений на Олимпиаде зависит от того, насколько ученики знают формат, точно так же, как ЕГЭ, но точно так же и зависит от умения работать с факт-файл, который необходим, по которой строится ответ, и от наличия фоновых знаний. Вот если в ЕГЭ от наличия фоновых знаний совершенно не зависит качество ответа, потому что там проявляется именно язык, в Олимпиаде фоновые знания необходимы. Что может помочь? Ну, есть серия книг Стали обновленные книги выходить, и они будут продолжать еще выходить. Могут пригодиться художественные книги плюс аудиокниги издательства «Титул». Кстати, обратите внимание, кто-нибудь из вас читал в юности, в подростковом возрасте, может быть, в детстве книгу про Капитана Блада. Читал кто-нибудь? Я в свое время очень любил. И если кто-то из вас читал, да, вот я вижу ответ, читали. Обратите внимание, в «Титуле» эта книга вышла в полном виде, она неадаптированная, на бумаге, можно ее купить, и к ней можно скачать аудиокнигу себе, записанную наносительными языками. если кто-то хочет вспомнить эту, вот ту пару, когда вы читали, или предложить своим подросткам это как раз то, что их заинтересует, потому что там типичная такая в исторической ситуации любовная история, пираты, благородный пират Питер Блад и прочее, прочее, прочее. Там интересно читается, там есть, о чем поговорить и порассуждать. Это хорошее чтение для, совершенно не хуже, например, тех же самых «Трех мушкетеров» и прочее, такое околоисторическое. Ну и, соответственно, серия книг для чтения «Ридап» есть. У нас долгое время была серия вся, кроме шестого, седьмого классов. Сейчас мы готовим к сентябрю к выпуску книгу для шестого класса. Евгения Владимировна Костюк ее дописала, и седьмой класс мы надеемся, что тоже выпустим. Но возвращаясь к Олимпиадам, посмотрите, пожалуйста, если вы еще не обращали на это внимание, на сайте титул.онлайн вы можете бесплатный доступ получить к книге Артема Петровича Гулова. Мы ее выпустили. Она называется не очень развлекательно, методически, нормативно-правовая основа подготовки к Всероссийской Олимпиаде школьников по английскому языку, но чем эта книга хороша? Это тем, что в ней как раз очень подробно про каждый тип задания, про каждую часть Олимпиады, про каждый этап как раз и говорится, какие у них особенности, что можно использовать, как использовать. То есть методически хорошо дается и эта книга абсолютно бесплатна, поэтому можно использовать. Но Олимпиады это отдельная большая тема, мы просто не смогли бы уложиться в нее. Так, я вижу, что кто-то кто-то включил, случайно порисовал немножечко. Давайте сделаем так, я сейчас сотру кто что рисовал. Ладно? Это случайно бывает, потому что может быть кто-то с мобильного устройства. Вот так что в общем-то мы здесь поговорили о таких вещах. Ну что ж, коллеги, наша линия движется к завершению, как я уже говорил. Сколько мы могли за чуть меньше, чем за час. Мы постарались с вами посмотреть на приемы, мы постарались посмотреть на способы того, как облегчить ученикам говорения, как помочь им научиться говорить, как им дать опоры, где эти опоры взять и прочее. Скажите мне, пожалуйста, а вот что из того, что мы видели с вами, вам показалось интересным или полезным? Или, может быть, вам нужно что-то совсем другое, чего мы с вами посмотрели сегодня. И если можно, тогда напишите, пожалуйста, чего вам не хватает, например, в работе. Вы знаете, по принципу, а хорошо было бы, если бы у меня было бы вот это. Напишите, что было бы хорошо. Прямо сейчас в чате давайте мы с вами минутку-другую потратим на рефлексию, как мы обычно делаем с учениками в конце урока. Хорошо? Напишите, пожалуйста, либо то, что вам хотелось попробовать и пригодилось, или, может быть, вы использовали какие-то из этих материалов и как они у вас работают, и, соответственно, что хотелось бы иметь. А я вам сейчас эту презентацию в чат отправлю, то, что вы могли скачать. Одну секунду. Субтитры создавал DimaTorzok Так, коллеги, отправляю материал в чат. Презентация все 2 мегабайта, поэтому она скоро у вас появится. Вероника пишет, нужно освоить степлайтер. Попробуйте, тем более, что вторая книжка в электронном виде на сайте онлайн, то есть вам не надо ждать магазинов, а просто можно оформить на нее подписку и целый год этим всем пользоваться. Пользуюсь пособием Гулова, Слава Хотова очень сложно с аудированием. Если сложно для Олимпиады, то да, там действительно это сложно, если вы имеете в виду, что хорошо бы какие-то серии пособий по аудированию, давайте мы обдумаем, потому что мы как раз обсуждаем с авторами, что сделать. Тренажер пригодился, отлично. Будет ли в этом году объявлена апробация в учебниках в Пларисе Абонкове, Марианне Юрьевне? Очень хочется использовать их в работе на законном основании в режиме апробации. Да, мы объявим. Более того, у нас выйдет обновленный учебник до второго класса, его авторы переработали под новые стандарты, это будет подлинная апробация, когда действительно учебники переработаны, они будут измененные, авторы переработали все учебники для начальной школы, это не переработка, которых полностью меняет, но они полностью теперь соответствуют новой примерной программе и новым стандартам, поэтому будет. и кое-какие изменения еще в другие учебники внесены, поэтому апробация будет. Вот, кстати, раз уж мы заговорили про грамматику, мы сегодня упоминали, правда, это не для старшей школы, скажите, пожалуйста, а вы обращали внимание на пособие Мишки Грама Артема Морозова? Это вот знаменитый Мишки Энглэш у Артема Юрьевича, насколько я помню, более 99 тысяч подписчиков в ВКонтакте, которые пользуются его материалами. Если не обращали внимание, кто-то мимо прошел, пока еще, вот знаете, в титуле вышла его книга для начальной школы грамматика Мишки Грама, пока только первая книга, целая серия планируется. 6 февраля, 6 марта вышел тираж, 2000 экземпляров тираж, почти уже скуплен, он оказался очень популярным. Мы сейчас готовим следующий тираж, но тем не менее, все равно вы можете зайти на English Teachers, найти в интернет-магазине книжку, полистать страницы, посмотрите, пожалуйста. В общем, вполне получилось неплохо. Надеюсь, что тоже заинтересуетесь, но это уже не говорение, это уже не старшие классы, поэтому не будем здесь отвлекаться. Вот, кстати, спасибо большое моей коллеги Любовь Фикторовна вам отправила ссылку прямую, так что можно посмотреть. Там действительно материалы огромной работы автора за несколько лет собраны и можно использовать. И, кстати, обратите, пожалуйста, внимание, дело в том, что теперь появился ресурс, его разработала Академия Министерства Посвящения, бывший Аккор, электронные рабочие тетради по английскому языку. В позапрошлом году мы разрабатывали, я руководил этим авторским коллективом, электронные рабочие тетради для пятого и девятого классов. Они только на примерную программу ориентированы, поэтому там к каждому уроку примерно по четыре по пять упражнений интерактивных, которые можно использовать. И среди авторов-разработчиков этого ресурса Николай Исааковна Кауфман, Марианна Юрьевна Кауфман и Ирина Викторовна Хитрова, многие авторы титула, в прошлом году осенью появилась. И, кстати, этот ресурс, он вошел в федеральный перечень про нацировых ресурсов образовательных. В прошлом году появился для начальной школы, для третьего и четвертого классов. Там есть уроки, которые разрабатывали коллеги и Алена Игоревна Козевичева и многие другие. И сейчас началась работа, я опять руковожу этим коллективом для десятого и одиннадцатого класса. Так что тоже дополнительные упражнения, которые можно использовать с любым учебником. Я надеюсь, они вам тоже пригодятся. Если вам будет интересно, мы потом можем подробнее провести вебинар как раз про электронные ресурсы разного рода, которые можно использовать. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое за ваше внимание. Время уже 17.55. В московское время я вам желаю хорошего вечера и, самое главное, хорошего завершения в рабочей неделе. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok